Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 октября. Страдание святого мученика Нестора. Дефестивый царь Максимиан, прозванный Геркулом, друг Диаклетиана, придя в город Солу, вверх к стеницу святого Дмитрия за исповедание Христа, а сам предался зрелищем и присутствовал на играх. При этом он хвастался одним своим борцом по имени Винем, происходившим из вандальского племени, говоря, что его никто не может одолеть. Сильный был старин Голиафом. Ростом он превосходил всех людей, видом и характером был подобен зверю, а голос его походил на рев рыкающего льва. От самого взгляда его и голоса трепетали все, смотревшие на него. Крепость его тела была удивительна, а сила непобедима. Ибо духи нечистые обитали в нем, и вследствие сего никто не мог устоять перед ним. Уже он убил бесчистное множество людей, храбрых и сильных, и был весьма любим царем за такую силу. Так как сам царь никак не мог насытиться человеческой кровью, то он и убил того, кто всю свою телесную силу обратил на пролитие человеческой крови. Для сего скверного Лия тарь устроил среди города высокий и обширный помост на столбах, где лий мог бы производить состязания в силе, на виду у всех. Под тем помостом было натыкано множество копий и других оружий, а стырил вверх, для того, чтобы лий сбрасывал побежденных им на эти острые оружия, пронзенные коями падая умирали. И действительно, лий вступал в борьбу с людьми, сбрасывал их под помост на колье и предавал смерти. Саржа со всем множеством своих воинов смотрел на это с удовольствием и любовался своим борцом. Смотрел на это зрелище и солунский народ, среди кого было много верующих. Видя проливаемую этим бесчеловечным зверем человеческую кровь, они тяжко вздыхали. Ибо линч убил уже много христиан, которых нечистили и насильственно влекли на помост и принуждали бороться с лием. В том городе жил юноша по имени Нестор, крепкий телом, красивый лицом, с едва пробивающейся бородою. Он был близок к великомученику Димитрию Коевой и научился святой вере. Видя неповильно убиваемых христиан, он воспылал ревности и вознамерился вступить в борьбу с силачом Лием. Придя к святому Димитрию, находившемуся в темнице, он рассказал ему, как много христиан убил Ли в тот день. «Помолись обо мне, угодник Божий», — говорил он, — «что по твоим святым молитвам Бог помог мне. Я пойду и поборюсь с тем супостатом, одолею его и сниму поношение с христиан. Святой Димитрий сотворил на челе и персих его крестное знамение, благословил его и предсказал, — Ли, ты победишь и будешь мучим за Христа». Приняв благословение, святой Нестор тотчас пошел к месту состязания, снял на виду всех верхней одежды и громко возгласил, — «Я хочу бороться с Лием!» Видя такую смелость, юноша царь изумился и, сожалея о его красоте и молодости, сказал ему, — «Разве ты не видел, сколько победил Ли более храбрых и сильных, чем ты?» А ты, невысокий ростом и юный годами, осмелишься идти против того, равного которому нет под солнцем. Нестор ответил на это, — «Если я мал и немощен, то великая непобедима сила Христа моего на Коева я надеюсь, и во имя Коева я хочу побороться с этим исполином». Услышав Христово имя и поняв, что Нестор христианин, царь разгневался и велел ему немедленно идти на помост, думая, что с Нестором случится то же, что и с прочими. Святой Нестор осторожно поднялся на место борьбы. Ли же, шуся и смея, стал наступать на святого. Видя приближение Ли, Нестор оградил себя крестным знамением и громким голосом воскликнул, — «Боже Дмитрия! Помоги мне!» Затем он схватился с тупостатом и начал бороться. Бог, укрепивший некогда доверил в борьбе с Голиафом, укрепил и раба своего Нестора против нечестивого Лиа. На посрамление нечестивому царю, а верным своим — на радость. Действительно, малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Лиа. Схватив его как птицу, он сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Упав на них, как крепкий дуб, лист позором изверг свою окаянную душу. И таким образом погибла память его шумом, исчезла его гордая сила, и прекратилось суетное хвостовство Максимиана своим борцом. Весь народ Солунский, в особенности христиане, видя эту неожиданную и славную победу, воскликнули громким голосом «Вели Бог Дмитрия!» Царь, встал со стыдом, пошел в свои палаты, скорбя и горюя о своем любимце Лиа. Он сильно раздрелся на святого Нестора и повелел схватить его. Узнав же, что и Дмитрий повинен в смерти Лиа, так как он укрепил Нестора на подвиг, предсказав ему победу, Царь повелел казнить обоих. Святой Дмитрий был исколот копьями, а святой Нестор усечен мечом. Ни не оба они приемлют от подвига положника Христа венцы победы в Царстве Небесном. Коево и мы досподобимся молитвами святых трастотерпцев. Богу нашему славу! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.